С ментами, коллеги, встречаем. Айраса... Айраса Вероника сегодня поделится вроде как обычными нашими буднями, верно? Да, постараемся. Вы знаете, еще раз про будни. Коллеги, каждый раз, когда я разговариваю с вами, мне говорят, да, это же обычная жизнь. Ну, подумаешь, мы там что-то обновляем. Ну, подумаешь. Ну, как показывает практика, когда я приезжаю на производство, вдруг выясняется, что для меня это, ух ты, ничего себе. Понятно, что я не внутри ваших процессов. Но, коллеги, подсвечивать те моменты технологические, которые вы сами даже не понимаете, почему вам это нужно подсвечивать, это та сложность, с которой все время я сталкиваюсь. Когда мы не знаем, как можно тому же маркетингу в вашей сети объяснить сложность или невозможность создания чего-либо, вы себе и внутри это не чувствуете, и другим не можете рассказать. Поэтому, когда у вас есть интересные вещи, которые можно еще показать, это важно. Сегодня у нас будет разговор о жизни в постоянных улучшениях в собственном производстве, и Айрат расскажет свою часть, Веронике будет своя часть. Послушайте, проявите и подумайте, как у вас это откликается. А чем вы таким регулярно занимаетесь? И, возможно, все-таки мы с вами также встретимся на этой сцене. Передаю слово. Рассказывайте. Да, коллеги, добрый день. Айрат Галимов, директор централизованного производства город Хабаровск. На первом слайде представили QR-код, по которому можете пройти и посмотреть нашу фабрику. То есть Наталья была в прошлом году, и вместе с командой Retail.ru она осветила это событие. То есть там есть подробное видео о том, как мы живем. Фабрика кухни – это наш объект, наше детище. Кратко расскажу о себе, коль я уж представляюсь из компании Sambiri. Сегодня компания Sambiri – это 19-е место в рейтинге. По данным информационного агентства Infoline, она на первый квартал 2023 года обогнала даже азбуку вкуса. То есть мы не такие уж и маленькие. Хоть и принято говорить, что мы там Sambiri-Sambiri, но на сегодня компания разрослась, и мы уже не просто бренд Sambiri, мы мультиформатная розничная торговая сеть, которая объединяет в себя несколько брендов. Это непосредственно сам бренд Sambiri, бренд 1-2, бренд близкий и отдельный бренд – это магазин Броско, который вообще наша вишенка на торте. Как сказала Наталья, он в прошлом году взял премию «Лучший магазин в России». Мы очень активно развиваемся. Мы в 19 лет непосредственно в ритейле, и за период с 2005 по 2024 год мы с магазина склада переросли в огромную сеть на всем Дальнем Востоке, который занимает долю рынка уже порядка 25%. И на сегодня у нас уже насчитывается порядка 314 магазинов. На слайде видно здесь, какие основные магазины у нас, какие форматы развиваются, и быстрыми темпами у нас растет сеть дискаунтеров «Близкий». В прошлом году мы насчитывали порядка 100 магазинов, объектов. Сегодня это уже 159 магазинов. Также активно развиваются сети «Раз-два». Это магазин формату дома и сеть «Супермаркет». Магазин «Близкий» охватывает такие города, в основном поселки городского типа, с населением до 20 тысяч, по-моему, они идут, чтобы закрыть вообще все потребности. Основные сети розничного направления я уже озвучил. Да, это формат «Суперстор», так называемые гипермаркеты, большие магазины. Формат «Супермаркет», форматы «Экспресс», мини-маркеты, ну и дискаунтеры, которые сейчас активно растут и перерастают порядка 50% в год уже по количеству объектов. На сегодня мы находимся в четырех регионах Дальнего Востока. Основные регионы присутствия – это Хабаровский край, Приморский край, Край Амурская область и Еврейская автономная область. Вот в этих четырех регионах ежедневно наши магазины распахивают, чтобы впустить любимых покупателей. Как вчера сказала Наталья, да, мы очень трепетно относимся к производству, и ранее был такой концепт, что все магазины у нас, особенно «Суперстор», открывались обязательно с производством. Но мир меняется, мир сжимается, соответственно, и ритейл тоже вынужден под это адаптироваться, и мы, естественно, не исключение. Наше производство делится на два вида, то есть производство непосредственно при магазинах и централизованное производство. Вот мы представляем централизованное производство. Если говорить кратко о цифрах, они представлены на слайдах, основные доли во всех форматах. Производство при магазине у нас на сегодня выпускает порядка 125 тонн готовой еды. Дальше, если говорить про централизованное производство, оно состоит у нас из фабрика кухни, из централизованной пекарни полуфабрикатов высокой степени готовности. Спойлер такой небольшой, да, мы открыли эту пекарню три года назад, и на сегодня мы проинвестировали уже еще два объекта, и в апреле месяц мы запускаем две точки с выпуском 3 тонны и 6 тонн, соответственно. У нас есть свой производственный цех в Благовещенске, который выпускает кондитерские изделия и масложировое направление, это майонезы и кетчупы. Есть сервис предпродажной подготовки, который осуществляет любые прихоти заказчика, а заказчики непосредственно это у нас катмены категории полки. И в конце февраля мы запустили цех слоеных издобных изделий с объемом выпуска 7 тонн в сутки, порядка 70 тысяч артикулов в день. Коллеги вчера из Командора сказали, что они единственные за Уралом, у которых есть данные цеха, но теперь нет. Теперь мы наступаем на пятки, да, даже, наверное, в этом направлении в объеме мы уже перегоняем. Вот такие мы большие и растем, и не собираемся на этом останавливаться. Дальше я передаю слово своей коллеге Кортелю и Веронике, она является директором фабрики кухни, она расскажет про ежедневные улучшения и в целом те улучшения, которые прошли у нас на фабрике в течение прошлого года, и которые планируются в этом году. В фабрике у нас уже идет четвертый год, и помимо того, что мы основную часть инвестиций по фабрике освоили, да, в течение года полутора в фабрику в нашу мы дополнительно проинвестировали порядка 100 миллионов рублей для того, чтобы не отставать от рынка и удовлетворять все потребности наших клиентов. коллеги, добрый день, меня зовут Вероника, я решила вам похвастаться, мне тоже очень хочется, как предыдущие коллеги рассказали, все заразили своим оптимизмом, я тоже хочу так же. На нашей фабрике, как уже Айрат сказал, выпускается порядка 270-300 СКЮ продукции. Ну и, естественно, мы рано или поздно все, наверное, приходят к тому, что приходится закупать оборудование. Небольшой такой, небольшой отступ сделаю. Моя коллега как-то водила экскурсию по фабрике и пришли экскурсанты, они переодеваются, ну, естественно, обсуждают, как они пойдут и какой-то, ну, один из людей говорит ей, вы знаете, у вас такие блины вкусные, а как вы вот, ну, как вы можете покрыть такой объем магазинов, на чем вы их выпускаете? У вас, наверное, суперсовременное оборудование, которое, ну, огромным-то ножом выпускает. Она говорит, нет, видели когда-нибудь фильм Чарли и шоколадная фабрика? Он говорит, видел. Она говорит, ну, вот у нас так же, гномики стоят и вот ручками все крутят. Ну, естественно, конечно же, это было не так, но на первоначальном этапе очень похоже. Как происходило, когда запустили фабрику, не рассчитывали на такой, на такую востребованность блинчиков и поначалу, это естественно, как, наверное, у многих из нас, это жарилось на сковородках. Работали на тот момент от двух до четырех сотрудников и выпускали максимум сто килограмм блинчиков в сутки. Ну, естественно, мы выросли, доросли до потолка, сто килограмм, это для нас было очень мало, и мы поискали, решили приобрести блинную станцию. Конечно же, пока была установка, это была притирка, мы очень много отрабатывали, но на данный момент от ста килограмм мы выросли до тонны шестьсот в сутки. То есть, это очень хорошее достижение для фабрики. После блинной станции мы решили, что и котлет мы делаем, наверное, мало. работали на аппарате Омега, но это, наверное, все знают, здесь уже показывали сегодня похожий аппарат, на котором формовали пюре картофельное. Мы работали на таком аппарате, но и, естественно, тоже объем от 50 до 100 килограмм в сутки нас не устраивал. Мы, опять же, поискали, ну, у нас отдельная служба для этого есть, и нашли котлетный аппарат Формакс. Честно скажу, когда мы поставили, установили этот котлетный аппарат, это было, это было, наверное, мою самую большую, моя самая большая боль на тот момент, потому что очень сложно было без поддержки, без поддержки технологической извне укротить такое оборудование, но мы не сдались. Через месяц мы от 100 килограмм котлет пришли к 600 килограмм котлет в сутки. и для этого аппарата это не предел, просто в связи с тем, что у нас большое количество ассортимента, у нас много переналадки, и мы пока не выходим за эту цифру. Относительно недавно, это буквально после Нового года, мы закупили инъектор с системой фильтрации, инъектор С-400. Ну, коллеги, наверное, мясники знают, что это такое, это огромная радость для технолога и для людей, которые работают с шашлыком в основном. Если раньше мы делали шашлык, ну, путем массирования, там, ему же нужно придать вкус, ему нужно придать внешний вид, то сейчас, проинъектировав мясо на этом инъекторе, мы сократили нашу себестоимость порядка 12-15 процентов и увеличили объем продукции ориентировочно где-то в 10 раз. Если раньше мы выпускали 500 килограмм шашлыка, то сейчас 5-6 тонн в сутки, я имею в виду. Далее, у нас, помимо мясного цеха, есть еще кулинарное производство. Ну, тут как бы не совсем показательно так, но это очень отразилось, приобретение этого оборудования очень отразилось на внешнем виде продукции. У нас в кулинарном цехе работали несколько погружных фритюрниц. Естественно, наши сотрудники, ну, за всеми же нужен глаз да глаз, нужно их контролировать, и бывали промахи, бывала загрузка фритюра не совсем адекватной, это, конечно же, отражалось, ну, все мы знаем, я думаю, это общая боль, это, конечно же, отражалось на внешнем виде продукции. Благодаря ленточным фритюрам вы избежали. Продукцию закладываешь, она строго по заданному времени обжарилась, и все, все, что сделали за смену, вся продукция одинаковая. То есть колер ложится ровно, естественно, внешний вид очень красивый, привлекательный. Также мы в кулинарное подразделение купили две электрических сковороды с опрокидывающимся дном. До этого сотрудники готовили на обычной плите, тоже мы где-то сегодня уже это видели, на обычной плите жарили на обычной сковороде. Приобретение вот таких двух сковород позволило нам единовременно выпустить больше продукции. То есть, если это считать в разбеге смены, то увеличился тоннаж продукции, наверное, не намного, но он увеличился единовременно, что позволило нам максимально быстро доставить нашу продукцию до потребителя. Мы изготовили сразу много, упаковали, отдали в сеть и человек приобрел. Ну, так как мы прошли блинный цех, мясной цех и кулинарный цех, естественно, завершение фабрики это упаковка. Для нас с увеличением ассортимента и увеличением тоннажа это стало головной болью. Вот тут действительно люди работали как гномики на той шоколадной фабрике. В определенный момент мы поняли, что мы уперлись в потолок и волей-неволей нам пришлось приобрести вторую упаковочную линию. У нас одна упаковочная линия Ульма была и мы приобрели вторую с этикировочным аппаратом с Безербой, что позволило нам, во-первых, привести внешний вид, полное соответствие, то есть у нас Безерба клеит этикетку, этикетка клеится всегда строго в определенном месте в заданном. Ничего естественно не пропустит, что может сделать сотрудник. С приобретением упаковочной линии у нас снизилось количество сотрудников в фасовочном отделении и увеличилась производительность. Ну, про небольшие такие я уже не буду говорить. На данный момент мы планируем закупать еще следующую партию оборудования. И тут как бы такая интересная история. Коллега сегодня уже сказал по поводу обоснования инвестиций. Летом этого года мы, ну, как и многие, наверное, здесь вошли в проект бережливое производство и стали думать, на чем бы нам начать его отрабатывать. Решили, что будем это делать на тестовых полуфабрикатах, конкретно взяли в отработку пельмени. Поделюсь первым своим таким решением, которое лежало на поверхности. пока мы дошли до приобретения фасовочной линии для пельменей, мы подошли к тому, что элементарные вещи, которые ну, видят, наверное, все, но не каждый может это оформить в какую-то мысль, которая потом будет давать свои плоды. Сотрудник стоял и укладывал после пельменного аппарата пельмени на противень, ну, как все это делают. И после шоковой заморозки на фасовочном отделении их начали фасовать. и все понимают, да, что бывает такое, что пельмени прилипают, примерзают. И тут под рукой лежал силиконовый коврик. Ну, просто ради эксперимента положили его на противень. Вы не поверите, у нас с укладкой силиконовых ковриков просто, казалось бы, что это, это не оборудование, с укладкой силиконовых ковриков на противень у нас ускорилось время фасовки пельменей на 20%. То есть сотруднику не надо было его отбивать от противня. Они не слипаются между собой. Ну, я считаю, это такое, оказалось бы, решение, которое лежит на поверхности. Все ходят, все видят, но никто не додумался до этого. Ну, в общей сложности мы пришли к тому, что мы заказали питпак, это фасовочная линия для тестовых полуфабрикатов, ну, и, возможно, фрикаделик и котлет. Эта фасовочная линия нам позволит сэкономить сотрудников и перераспределить их на другие операции и выпускать продукцию. Если сейчас мы выпускаем в месяц примерно 25-30 тонн тестовых полуфабрикатов, то с приобретением упаковочной линии эта цифра возрастет до 120 тонн с сокращением сотрудников. Ну, я считаю, что это прям хорошее достижение. Также тоже похвастаюсь, сегодня к нам пришла фаршевая линия, которая состоит из волчка, фаршевой линии и мешалки вакуумной. то есть это полноценная линия, которая заменит нам, ну, на данном этапе мы это делали на шприце, который заменит и высвободит нам шприц для другого оборудования. Это тоже были инвестиции на будущий год. Также в инвестициях на этот год секунду то, о чем, наверное, ну, каждый выступающий уже проговорил, это о нигире. Мы Дальний Восток, о нигире это наше все сейчас, это, наверное, у нас сейчас становится распространено больше, чем сэндвичи, гамбургеры, потому что мы все-таки ближе к Азии, и мы запланировали приобретение робота нигири. Если сейчас мы выпускаем за сутки в районе 5-6 тысяч штук, то с приобретением робота мы будем выпускать в районе 4 тысяч штук в час. Ну, понимаем, да, какие объемы. Ну, и последнее мы ну, это уже я не знаю, как, скорее, не столько, наверное, оборудование, сколько инженерная продвинутая мысль. Обратили внимание, что люди при фасовке сэндвичей, ну, я думаю, наверное, у многих это происходит так, что стоит большой стол, стоят сотрудники, которые раскладывают набор на сэндвич и начинают его формовать. Мы обратили внимание, что люди часто отвлекаются. Мы решили задуматься, как бы оптимизировать этот процесс и сделать его более быстрым, ускорить. и придумали. Мы решили поставить на это отделение конвейер, на который будет последовательно раскладываться одна пара сотрудников булки либо хлеб и дальше начинки по конвейеру. То есть, человек физически не может отвлечься, он вынужден будет стоять и в заданном темпе работать. Ну вот, это все пока идет к нам. Мы это все проинвестировали, заказали, ждем. Спасибо за внимание. Я думаю, надо более активно. У них дебют, коллеги большие, молодцы, поработали вместе на сцене, это очень важно. И я рада, что вот такими улучшениями, мелкими, а где-то очень крупными, такие результаты в 10 раз вместо 500 килограмм 5 тонн. Ух!